Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Носовая полость в норме выполняет дыхательную, обонятельную, защитную и резонаторные функции. Обогащение всего организма начинается именно с носовой полости. Но наряду существуют патологии, которые могут перекрыть доступ кислорода через нос. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». И сегодня квалифицированные специалисты 5-й клинической больницы расскажут нам о полипах, которые возникают в носовой полости. Не переключайтесь, будьте с нами. При любой возникшей патологии специалисты, первым делом собрав анамнез, то есть жалобы, предъявляемые пациентом, отправляют его дальше на дальнейшую диагностику. Существует множество видов диагностики. Это МРТ, КТ, рентгенография. И сейчас вы, дорогие телезрители, увидите сами наглядно, как проводят эндоскопию носовой полости. И примером буду я. Лена Рериковна, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, да. Мы сейчас отчасти находимся в кабинете диагностики. И мне вот всегда хотелось испытать на себе эти вот новомодные технологии, которые сразу бросаются в глаза. Вот расскажите нам немножко о диагностике. Давайте остановимся сейчас. Посредством этих аппаратов, получается, вы диагностируете пациентов, да? Ну да, конечно. Если, допустим, раньше у нас не было такого оборудования, и мы могли диагноз поставить неполноценный, иногда ошибались, то сейчас зачастую у нас ошибок бывает крайне редко. Потому что, ну, бывает иногда необходимы дополнительные методы исследования, кроме эндоскопии. Но в лор-патологии эндоскопические методы исследования, они обязательны. Вы понимаете, что, допустим, окулисту проще заглянуть, посмотреть, там, терапевт увидит все кожные покровы, прощупает живот. А наше пространство очень узкое, очень тонкое, и везде там темно. Ну, вот возьмите носовые ходы, они извитые, глубокие, и везде темно. Глотка, гортана глотка, она находится вообще в глубине. А ухо, слуховой проход. Иногда у пациентов бывает такой извитой слуховой проход, который даже под микроскопом мы иногда не можем разглядеть. И вот тогда на помощь нам приходит эндоскопическое исследование лор-органов, которое вполне доступно нам показывает состояние наших внутренних лор-органов, ну, состроений наших лор-органов. И мы уже поэтому можем сделать определенное заключение, поставить диагноз и назначить правильное лечение. Угу. Увидеть, да, ту или иную патологию, которая возникает, уже скажем, да, вот в носовую полость. Да, да, да. Конечно, потому что в основном мы же все можем увидеть как бы только по косвенным признакам, или увидеть это как бы издалека, вслепую. А при помощи эндоскопического исследования мы это можем хорошо увидеть прямо перед глазами, естественно. Ну, давайте сейчас нашим телезрителям как раз таки наглядно покажем весь процесс диагностики, да? Значит, я сейчас... По-моему, вы чуть-чуть приболели, да? Да, вот чувствую себя поболосно. Да, да, да. Значит, сейчас я должен, естественно, дай-ка, я снова пойти за него. Все мы подвержены любого рода заболеваниям. Главное в таких ситуациях не терять голову, всегда оставаться на положительных эмоциях. Ведь, как мы все знаем, болезнь это временное явление, и с любой патологией можно распрощаться еще в начальных стадиях, если вовремя спохватиться и обратиться к специалисту за помощью. В принципе, прием у врача занимает не очень много времени. Главное иметь огромное желание на пути своего выздоровления. В принципе, если даже у пациента, у телезрителей нету никаких полипов, да, возникновений, но вот этих полипов, они могут также прийти и пройти диагностику и уже узнать, да, более подробнее? Они могут прийти, провести диагностику и узнать причину возникновения заболеваний полости носа. Потому что любое заболевание полости носа, оно может быть связано с анатомическими нарушениями в самой структуре носа. Оно может быть связано с нарушением других органов, ну, в частности, внутренних органов и системы пищеварения. Таким образом, возникают риниты, хронические, аллергические риниты, нарушение функции пищеварительной системы, что ведет за собой нарушение иммунных функций и приводит к образованию различных полипозных образований, гипертрофии слизистой оболочки носа, то есть много-много патологий бывает сопряжено с внутренними патологиями. С диагностикой разобрались. Одним из эффективных методов обследования является эндоскопическое исследование. Насчитывается более тысячи заболеваний, связанные с нашей носовой полостью. Полипы – одни из распространенных. Полипы – это доброкачественные новообразования, которые образуются в результате отека и разрастания ограниченных участков слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух. Достигает размеров от 5 мм до нескольких сантиметров. Полип практически безболезнен. По локализации, то есть по расположению, полипы разделяют на этмоидальные и антрохональные. Чаще всего антрохональные полипы встречаются у детей, и они бывают односторонними. Этмоидальные полипы чаще встречаются у взрослых, и они двухсторонние. Этмоидальные полипы произрастают из решетчатых пазух, то есть из слизистой решетчатой кости. Полипозно-аринный синусит относится к инфекционно-аллергическим заболеваниям. То есть причинный фактор здесь инфекционный. И в основе лежит аллергия, то есть иммунные нарушения в организме. Существует множество мнений во всем мире, и ученый Свет дискутирует по поводу этиологии развития полипов. Первые сторонники того, что полипы возникают при аллергических хренитох, при аллергических состояниях органика. Вторая группа – это пациенты, которые страдают внутриклеточной инфекцией. Вот это та инфекция, которая развивается внутри клетки. Также трихомониаз носа бывает. Все это приводит к полипам носа. В начале заболевания проявляются такими жалобами, как заложенность носа. При посещении специалиста пациенты обычно жалуются на то, что им ничего не помогает. Когда пациент приходит и говорит, вот я уже месяц или полгода лечусь, и мне ничего не помогает, всегда стоит задуматься. Скорее всего, у этого пациента полипозно-аринный синусит. Когда пациент впервые приходит на осмотр, значит, первыми симптомами является затруднение носового дыхания, это слизи отделений из носа, это, значит, открытый рот, это головные боли, то есть пациент предъявляет жалобу на головные боли, это гнусавость. Теперь, если расшифровать, слизи отделений – это раздражение слизистой полости носа из-за жизнедеятельности микроорганизмов. Гнусавость – это нарушение резонаторной функции носа, то есть нос является голосообразующим органом, то есть он участвует в образовании и формировании голоса. Заложенность носа – это, значит, преграда полипам для прохождения вдыхаемого воздуха. Ну и так далее. Бывают ситуации, когда специалисты и при эндоскопическом исследовании не могут обнаружить полипозные разрастания. В таком случае необходимо сделать компьютерную томографию. Все пазухи обычно поражены при стеночной гиперплазии слизистой оболочки. Обычно эти пациенты часто жалуются на то, что они покашливают, у них бывает заложенность носа, и эти покашливания в течение дня несколько раз повторяются. То есть полипозный риносинусит, относясь к инфекционно-аллергическим заболеваниям, провоцирует развитие и бронхиальной астмы в будущем. Иногда у некоторых пациентов, наоборот, начинается явление с бронхитов обструктивных, а потом уже приводит к появлению полипозных образований. Но чаще всего это сочетание бывает нередко вместе. Почему? Потому что полипозный риносинусит – это заболевание, поражающее ворсинчатые эпители слизистой оболочки носа. Слизистая оболочка носа – это очень мощная структура в нашем организме, потому что она выполняет очень много функций, и в первую очередь это очистительное. Тем более при нашем городском загазованном воздухе в нем находится много полевых частиц и микробных агентов. И благодаря движению и защите этих ворсинчатых клеток слизистой оболочки наш воздух очищается и в легкие попадает уже чистым. Когда полипозное образование поражают практически все пазухи, у пациентов возникают жалобы на головные боли. Пока пазухи не поражены и соусти еще открыты, жалоб на головную боль нет. Но как только закрываются естественные соусти, затрудняется отток, нарушается носовое дыхание, нарушается аэрация пазух, у пациентов сразу возникает такая жалоба, как затрудненное носовое дыхание и сильная головная боль. Вот в таких ситуациях чаще они к нам и приходят. Самое главное – не довести заболевание до осложнений. Как правило, осложнения протекают очень тяжело и могут привести к злокачественным образованиям. Если вовремя не лечить при полипозе носа, ну, самые простые – это гаймориты, фронтиты. Существует также, ну, есть такая группа пациентов, у которых деформируется даже наружный нос. За счет того, что в полости носа большое количество полипозной ткани скапливается, начинается, наружный нос распирает, и таких пациентов мало, но они тоже есть присутствуют в жизни. Вплоть до внутричерепных осложнений. Это могут быть и отиты, фарингиты. То есть хроническое воспаление полости носа вызывает хроническое воспаление полости рта, ротоглотки, носоглотки. Бывает также полипоз носа закачественным. Это уже эти пациенты лечатся, оперируются в онкологии непосредственно. Существует два метода лечения. Это консервативное, то есть медикаментозное, и хирургическое вмешательство. Если причинным фактором являются микроорганизмы, к примеру, вирусы, бактерии, паразиты, ну и всевозможные другие микроорганизмы, то лечение соответствующей патологии. Это и антибактериальная терапия, противогрибковая, противовирусная терапия. То есть мы говорим практически о комплексном лечении. При обследовании сейчас у нас высоко развитые лаборатории, делается ренитограмма носа. Там выявляется, если присутствует внутриклеточная инфекция, не присутствует. И лечение направлено непосредственно на эту внутриклеточную инфекцию, на борьбу с этой внутриклеточной инфекцией. И потом вторым этапом делается уже оперативное лечение. Не бывает хорошего эффекта, если просто сделать операцию. Нужно обязательно пройти курс лечения и от аллергии, и от внутриклеточной инфекции. Мы должны этого больного прооперировать. Облегчить ему состояние. То есть чаще всего выполняется оперативное вмешательство, которое полностью удаляет полипозную ткань и расширяет естественные соости. Операция под названием полисинуситомия. Мы подступили к одному из самых интересных вопросов. Как обезопасить себя и родных, близких от полипозного риносинусита? Я так считаю, для того, чтобы у пациентов не возникло таких проблем, нужно вовремя лечить все инфекции, которые существуют. Потому что любая инфекция, которая недолечена, она начинает стимулировать нашу гормональную сферу. И через те же железы внутренней секреции начинается изменение в самих структурах слизистой оболочки и начинается рост полипов. Поэтому при любом насморке, при любом гнойно-воспалительном процессе полости носа, бронхов, нужно обязательно хорошее лечение, чтобы это проходило бесследно. Иначе это может послужить росту и толчком, и быть толчком для развития полипозного риносинуса. Основными рекомендациями населению, я считаю, можно предложить закаливание, витамины и здоровый образ жизни. Наша с вами жизнь состоит из множества преград и испытаний, с которыми мы сталкиваемся в повседневности. И мы с вами должны быть внимательны, когда речь идет о нашем драгоценном здоровье. Не откладывайте поход к врачу на завтра, когда можно исправить возникшую проблему сегодня. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова